Глава региона Александр Богомаз познакомил гостью с рядом предприятий, использующих отечественное зерносушильное оборудование. Примечательно, что аналоги импортных зерносушилок теперь производят в Брянске, на предприятии ОКБ по теплогенераторам, а также на заводе «Брянск-Сельмаш». В фермерском хозяйстве Пуцко в Стародубском районе предпочли отечественное оборудование. Зерносушилка работает в режиме нон-стоп с июля и будет обрабатывать зерно вплоть до Нового года. Был у нас выбор, можно было взять в Белоруссии хорошую зерносушилку, нам предлагали. Но мы выбрали именно своего производителя, Брянск-Сельмаш, наш завод, чтобы поддержать своего производителя. Как бы она, сушилка, хорошая, производительность отличная и качество. Я думаю, что они еще доведут ее более до совершенства. Объемы производства на ферме растут, и руководство уже задумалось о приобретении более мощной зерносушилки до 100 тонн в час. Сегодня мощность по зерну составляет 40 тонн в час. На сушку кукурузы уходит больше времени, успевают высушить до 200 тонн в сутки. Заместитель полпреда президентов ЦФО Ольга Атюкова из первых уст узнала, в чем плюсы отечественного оборудования. Я поговорила с теми, кто непосредственно эксплуатирует эту сушилку. Ему проще в управлении именно той, которая была произведена в Брянске. Он понимает, как она работает, и персонал, который он ставит рядом к этому, как он говорит, ящику, для того, чтобы управлять этой сушилкой, не надо долго его обучать. В отличие от импортной, на импортной нужно год цикл пройти по обучению. А здесь, говорит, я быстро ему показал, рассказал, и он пошел работать. И запчасти, запасные части, которые мелкие, могут выйти из строя, различные реле, они здесь у нас продаются свободно. Опять, их не надо заказывать, не надо ждать. Еще одно хозяйство в Стародубском районе использует зерносушилку молодого брянского предприятия ОКБ по теплогенераторам. По производительности она опережает финскую сушилку в 2-3 раза. Производство зерносушилок в нашем регионе отвечает современной политике государства по импортозамещению. Развернута полномасштабная работа по импортозамещению. Вот в том числе, там есть всего 20 направлений разных отраслей, в том числе там есть импортозамещение именно техники для сельского хозяйства. И вот сегодня то, что мы посмотрели, ну это просто достойное оборудование. Я бы даже не сказала, ну я не очень люблю, когда говорят, вот мы не хуже делаем. Я хочу сказать, мы лучше делаем. Потому что вот тот показатель, который есть, в частности по этим зерносушилкам, ну это гораздо лучше. А задача областной власти убедить всех местных производителей в том, что отечественное оборудование уже стало конкурентоспособным, не говоря уже о более доступной цене. Ну то, что сегодня касается вот именно сушильного, всего хозяйства, да, а это основа успешного ведения сельского хозяйства. Потому что без сушилок мы не можем заниматься ни кукурузой, мы не можем заниматься ни той же соей, что ее нужно сушить, мы не можем заниматься рапсом, мы не можем заниматься и зерновыми. Потому что все равно год хороший, да, мы получили сухое зерно, но год плохой, нам нужно ждать, то есть мы не успеваем, оно осыпается, мы теряем урожай. Сегодня уже можно сказать, что мы даже здесь где-то и обгоняем Европу, но для этого нам нужно долго работать. В то время, которое мы себя считали хуже их, сегодня нам нужно показать, что мы лучшие и есть на чем. После посещения сельскохозяйственных предприятий Ольга Атюкова и руководители области отправились в Брянск. Там они ознакомились с производственной базой компании ОКБ по теплогенераторам, где производят наши сушильные оборудования. Александра Седачева, Иван Зюрев. События. Стародубский район. Продолжение следует...